Игнатий Тихонович, тоже те же самые люди обвиняют то, что вы исповедуете Филиокве, или считаете, что, ну, то есть, не придерживайтесь нашего символа веры. Правда ли это? Ну, как сказать правду? Я считаю символ веры, и пою его каждый раз так, как есть, и никогда по-другому не пел, не добавлял, не убавлял. Но при рассуждении, считая Евангелие, я вижу, католики правы. Дух Святой исходит и от него. Пойду и умолю отца, а в другом месте я говорю, пойду и пошлю. И все. Ну, это принято было решение не менять ничего в символе веры, и поэтому католики тут не правы. Для себя мы можем в келейной молитве как-то, а я и в келейной по-другому не молюсь. От Отца исходящей, иже с Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима. Но я знаю, что половина, примерно, святых отцов, я считал, которые признавали, что... Ну, так написано в Евангелии. Главное, Василий Великий понимает от Отца, а его брат родной, Григорий Ницкий, от Отца и Сына. Что еще доказываете? И никто их за это не упрекал. Никак. И в вину им это не ставилось. Церковь канонизировала их. Но вы всегда... Я не хочу сказать, чтобы я верил слепком. Я рассуждаю. Мне Бог дал разум. Я сравниваю одно с другим и вижу, здесь проходит время. Я все годы говорил, как надо креститься. Говорили, нужно креститься как? На щело? На щело, на лоб так. Дальше, где? Вот здесь сердце, освещение чувств. И направо, и налево. Я говорил, неправильно. Вот это сейчас, ты вот какое расстояние-то. А здесь долба в два раза больше. Перевернутый крест. А сейчас Слободского там вышло. Закон Божий. Один человек нам говорил. А кто этот один человек говорил? Я десятки лет этот Дрэндил говорил. Неправильно. Ну, уже прямо на щелева. И речь идет о кресте Христовом, а не моих. Какое чувство? Ты, глава всему, Господи, Господь. Иисус Христос родился через Деву Марию. Через шрево, где пупки сидят. Правое плечо. Сыне Божие, воссел одесную. Помилуй меня грешного, стоящего слева. Вот крест какой должен быть. А не так, как молится там патриарх или алфеев. Вот здесь вот это машет. Там дважды крест перевернутый. Кто небрежно машет рукой, говорит, бесов радует. Говорит, Иоанн Златоуст, тешит их. Еще о крестном знамении меня учить они будут. Пусть они столько поклонов положат, сколько мне Господь позволил положить. Как Аввакум, говорит, ино раз тысяча, ино раз две. И со мной встанет Марковна, а еще рыботички не пищат. Ну, все понятно. Еще раз повторю. То есть вы всегда читаете и исповедуете символ веры, цареградский символ веры, да? Ну, сколько можно об этом говорить? Ни разу, нигде, за всю жизнь я по-другому не говорил. Никогда. Все это лжецы, не боящиеся Бога. Их сатана пленил ложью. И истина в них не вмещается. И то, что я говорю им, это тоже не нужно. Это только усилий ты, гнев Божий на них. Они меня в венех сплетают. Как говорят, из-за алмаза под них. Когда будут гнать. За что? За слово Божие. Я за слово Божие держусь-то. Не за то, что у меня борода маленькая или большая. Спасибо. Спасибо.